Привет, друзья! В этом видео хочу поделиться с вами одним из принципов удачных, успешных переговоров, о котором я узнала из курса на Курсере от Ельского университета, как быть сильным принципиально в переговорах и достигнуть позитивного результата. Этот принцип поможет не только в работе, например, я менеджер по продажам, и основная моя обязанность это вести переговоры, искать клиентов и вести переговоры с ними. Но в целом этот принцип я проанализировала и понимаю, что он поможет вообще везде, даже если это не касается денег или какой-то прибыли. В чем его суть? Допустим, двое людей хотят начать делать какой-то стартап, или хотят поделить какой-то продукт, или хотят поделить результат какой-то деятельности. И, конечно же, каждый думает, что его вложения были равнозначны партнеру, или же его вложения были больше, поэтому я претендую на большую часть или как минимум на половину. И каждый хочет как будто бы откусить большую часть своего пирога. Представим, что есть Таня и Андрей. Андрей сам по себе может сделать один пирог, а Таня сама по себе может сделать два пирога. Вместе они могут сделать девять пирогов. Можно ли им поделить эти пироги на половину? Четыре с половиной Тане, четыре с половиной Андрею. Допустим, можно, но будет ли это справедливо? Сейчас я запишу видос. Да, закрываю. Но будет ли это справедливо, если Таня сама по себе может сделать два, а Андрей сам по себе может сделать один? Если это так, то тогда из девяти пирогов мы два отдадим Тане, потому что она и так их может сделать, и один отдадим Андрею, потому что он и так его может сделать. Итого, суть переговоров и сделки будет шесть пирогов, а не девять. Можно ли им в этом случае поделить на половину? Но тут можно сказать, что Таня может немножко претендовать на больше. Я же сама могу сделать больше. Значит, давай я заберу из этих шести себе четыре, а тебе два. Андрей скажет, нет, так не пойдет, я ухожу. Не хочу участвовать в этой сделке. И Таня может потерять вообще всю прибыль больше, чем она может сделать сама по себе. Что в таком случае профессор Ельского университета предлагает сделать? Он предлагает шесть пирогов поделить на половину. Итого у Андрея будет четыре пирога, а у Тани будет пять пирогов. Это и является правильным делением по принципу пирога. Если вам интересен этот курс более подробно, ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok